Глава 23 Долго длился их разговор, и Моисей передал Аарону все слова Господа, который его послал, и все знамения, которые он заповедал. Книга Исход, 4 глава, 28 стих. Вместе они отправились в Египет, и, прибыв в землю Гесем, собрали всех старейшин Израиля. Аарон пересказал им все то, что Бог сделал с Моисеем, и затем всему народу были показаны те знамени, которые Господь дал Моисею. И поверил народ. И услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились. Книга Исход, 4 глава, 31 стих. Моисею также была дана весть для царя. Два брата вошли во дворец фараона, как посланцы от царя царей. И они говорили от имени его. Так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля, спросил фараон. Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу. Они же ответили. Бог Евреев призвал нас. Отпусти нас в пустыню на три дня пути. Принести жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвою или мечом. Но слухи о них и о том, какой интерес они вызвали среди народа, уже дошли до царя. В нем вспыхнул гнев. Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу, сказал он. Страна уже терпела убыток от вмешательства этих незнакомцев. И, имея это в виду, он прибавил. Вот народ в земле сей многочислен. И вы отвлекаете его от работ его. В рабстве израильский народ отчасти утратил познание о законе Божьем и отступил от его предписаний. Суббота, как правило, нарушалась. Суровые требования надзирателей почти не давали возможности праздновать ее. Но Моисей объяснил народу, что повиновение воли Божьей – одно из первых условий освобождения. И попытки народа восстановить соблюдение субботы не укрылись от их притеснителей. А беспокоенный царь подозревал израильтян в намерении восстать против него. Недовольство явилось результатом праздности, рассуждал он, и надо сделать так, чтобы у них совершенно не было свободного времени для обдумывания опасных заговоров. Он немедленно принял меры к тому, чтобы ужесточить их узы и таким образом сломить их независимый дух. В тот же день были изданы жестокие указы, которые делали труд народу еще более непосильным. Наиболее распространенным строительным материалом в той стране был высушенный на солнце кирпич. Стены самых изящных строений делались из этого материала, а затем облицовывались камнем. Производство кирпича требовало огромного количества рабов. Чтобы кирпич не трескался, рубльную солому перемешивали с глиной, и требовалось большое количество соломы. Теперь царь распорядился, чтобы рабочие соломой больше не снабжались, а заготавливали ее сами, в то время как норма выработки кирпичей оставалась прежней. Этот указ вызвал большую скорбь среди израильтян по всей земле. Египетские надзиратели назначили помощников из евреев, именуемых приставниками, которые должны были наблюдать за работой и несли на себе всю ответственность за ее выполнение. Когда царский указ вступил в силу, народ рассеялся по всей стране, чтобы собирать жневье вместо соломы. Но оказалось, что выполнить обычный объем работы невозможно. За невыполнение работ еврейские приставники были жестоко наказаны. Приставники думали, что это постановление исходит от надзирателей, а не от самого царя, и пошли к нему с жалобой. Их протест был встречен фараоном насмешкой. «Праздны вы, праздны, поэтому и говорите, пойдем принесем жертву Господу». Им было приказано вернуться к своим обязанностям и не помышлять ни о каком облегчении. «Возвращаясь, они встретили Моисея и Аарона и возопили, да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас». Выслушав эти упреки, Моисей сильно опечалился. Страдания народа стали еще более тяжкими. По всей стране раздавались стенания стариков и молодых, и все считали Моисея виновником ужасных перемен, которые произошли в их жизни. В душевной скорби Моисей обратился к Господу с плачем. «Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей, для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего». Господь ответил ему. «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их. По действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей». Снова Моисею напомнили о завете, который Бог заключил с отцами его, и он получил заверение, что этот завет будет исполнен. На протяжении всех лет египетского рабства среди израильтян были люди, которые оставались верны Иегове. Они были глубоко встревожены, видя своих детей в окружении языческих мерзостей и даже поклоняющихся лже-богам. В скорби своей они взывали Господу, моля об освобождении из египетского рабства, чтобы избавиться от разлагающего влияния идолопоклонства. Они не скрывали своей веры, открыто заявляя египтянам, что поклоняются Творцу Неба и Земли, единственному истинному живому Богу. Они приводили очевидные доказательства его существования и могущества, от творения и до дней Иакова. Таким образом, египтяне имели возможность познакомиться с религией евреев. Но, считая унизительным учиться от рабов, они пытались обольстить поклоняющихся Богу, обещая вознаграждение. А когда им это не удавалось, прибегали к жестокости и запугиванию. Старейшины Израиля старались поддержать слабеющую веру своих братьев, повторяя обетования, данные их отцам, и пророческие предсмертные слова Иосифа, предсказывающие избавление из Египта. Некоторые охотно слушали и верили этому, другие же, видя окружающую действительность, отказывались надеяться. Египтяне, осведомленные о том, что обсуждают их рабы, смеялись над этими ожиданиями, с презрением отрицали могущество их Бога. Они твердили, что израильтяне – нация рабов, и издевательски говорили, «Если ваш Бог справедливый и милосердный, и обладает большей силой, чем египетские боги, почему Он не сделает вас свободным народом?» При этом они указывали на свое положение. Поклоняясь, по мнению израильтян, лже-богам, египтяне, тем не менее, процветали. Они говорили, что их боги благословили их всеми благами земли и дали им в рабы израильтян. Они гордились своей безраздельной властью над приверженцами Иеговы. Сам фараон хвастливо говорил, что бог евреев не может освободить их из руки его. Подобные слова уничтожали надежду в сердцах многих израильтян. Им стало казаться, что все обстоит именно так, как внушали египтяне. Действительно, они были рабами и должны были переносить истязания жестоких насмотрщиков. Их детей преследовали и убивали, а собственная жизнь была бременем для них. Однако они служили небесному богу. Если Иегова в самом деле превыше всех других богов, он не оставит их в рабстве у идолопоклонников. Но те, кто оставались верны богу, понимали – рабство – результат отступничества Израиля от бога, потому что иудеи, вступая в брак с язычниками, стали поклоняться идолам. И бог допустил, чтобы они стали рабами. Они горячо уверяли своих братьев, что Господь вскоре сокрушит ярмо притеснителя. Евреи думали получить свободу без какого-либо особого испытания их веры или страданий и лишений. Они еще не были готовы к освобождению. Слишком мала была их вера в бога, и они не желали терпеливо переносить страдания и ожидать, когда он сочтет нужным вступиться за них. Многие предпочитали оставаться рабами, чем переносить трудности, связанные с переселением в неведомую страну. А некоторые настолько переняли обычаи египтян, что считали за лучшее жить в Египте. Поэтому бог не освободил их, впервые являя свое могущество перед фараоном. Он так направлял события, чтобы открыть себя своему народу и во всей полноте обнаружить деспотический дух фараона. Когда евреи увидят его справедливость, силу, любовь к ним, тогда они решатся оставить Египет и посвятить себя служению Господу. Задача Моисея была бы куда менее трудной, если бы избавиться от египетского рабства стремились большинство израильтян. Бог повелел Моисею снова идти к народу и повторить обетование относительно освобождения, вновь заверяя в божественном благоволении. Он пошел, как ему и было сказано, но его не пожелали выслушать. Писание говорит, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. Снова было дано Моисею божественное повеление. «Войди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». Разочарованный он ответил, «Вот сыны Израилева не слушают меня, как же послушает меня фараон?» Ему было сказано взять с собой Аарона и вместе с ним обратиться к фараону, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской. «Моисею было известно, что фараон не уступит до тех пор, пока Бог не посетит Египет своими судами и не избавит Израиль от рабства, проявив особым образом свое могущество. Моисей должен был рассказать о проявлениях и последствиях каждой надвигающейся язвы, чтобы царь имел возможность сделать соответствующий выбор и спасти себя. За каждым наказанием будет следовать более суровое, пока, наконец, не смирится гордое сердце фараона, и он не признает Творца неба и земли как истинного и живого Бога. Господь хотел, чтобы египтяне своими глазами увидели, как ничтожна сила их богов и как тщетна мудрость их могущественных людей, если они противятся повелениям иеговы. Он накажет египетский народ за идолослужение и заставит умолкнуть хвостливую болтовню о благословениях, полученных от своих бездушных богов. Бог прославит свое имя так, что другие народы услышат о его могуществе и устрашатся, а его народ будет спасен, чтобы избавиться от идолопоклонства и совершать ему святое служение. Снова Моисей и Аарон посетили великолепные чертоги фараона. Там, среди величественных колонн и сверкающих украшений, роскошных картин и статуй языческих богов, перед владыкой самого могущественного царства на земле предстали от имени порабощенного народа два человека, чтобы повторить повеление Господа относительно освобождения Израиля. Царь потребовал чудо в доказательство божественности их поручения. Моисею и Аарону было указано, как поступать в случае такого требования, и теперь Аарон взял жезл и бросил его перед фараоном. Жезл превратился в змея. Царь послал за своими мудрецами и чародеями, которые сделали тоже своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями. Но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Тогда царь, став более непреклонным, чем прежде, сказал, что его волхвы равны по силе Моисею и Аарону. Он объявил слуг Господа обманщиками, безбоязненно пренебрегая их настояниями. Однако, презрев весть, он был удержан божественной силой и не смог причинить им никакого вреда. Чудеса, которые Моисей и Аарон показывали перед фараоном, совершены рукой Божьей. Люди к ним не причастны. Эти знамения и чудеса должны были убедить фараона, что великий Я-Есмь послал Моисея, и что долг царя отпустить Израиля на служение живому Богу. Волхвы также показали знамения и чудеса, ибо они были весьма искусны, и к тому же пользовались силой своего Бога, сатаны, который помогал им подражать работе Иеговы. В действительности же жезлы волхвов вовсе не превратились в змеев. Просто с помощью волшебства, которому способствовал великий обольститель, удалось создать их видимость. У сатаны не хватало силы, чтобы превратить жезлы в живых змеев. Князь зла, хотя и обладал всей мудростью и могуществом падшего ангела, не имел власти творить или давать жизнь. Это право принадлежит исключительно Богу. Но все, что было во власти сатаны, он устроил, совершив подделку. С человеческой точки зрения жезлы превратились в змеев. Такими они казались фараону и его приближенным. Ничто не отличало их с виду от змея, которым стал жезл Моисея. Хотя Господь и сделал так, что настоящий змей поглотил поддельных, однако фараон даже и это счел не проявлением Божьей силы, но результатом некоторого превосходства Моисея над его слугами в искусстве волшебства. Фараон желал оправдать свое упорное сопротивление божественному повелению и поэтому искал какой-нибудь предлог, чтобы не придавать значение чудесам, которые Бог совершил через Моисея. Сатана и в этом помог ему. Совершив руками волхвов чудо, он заставил египтян поверить, что Моисей и Аарон всего лишь волшебники, чародеи, и что они не могут претендовать на то, что возвещаемая ими весть достойна уважения, как исходящее от высшего существа. Таким образом, подделка сатаны выполнила свое предназначение, поощряя египтян к дерзкому неповиновению и ожесточая сердце фараона против голоса совести. Сатана надеялся также поколебать веру Моисея и Аарона в божественное происхождение их миссии, чтобы его орудия взяли вверх. Он не желал, чтобы израильский народ освободился из рабства и служил живому Богу. Совершая чудеса через волхвов, князь зла преследовал еще более глубокую цель. Он хорошо знал, что Моисей, сокрушая рабское ермо израильского народа, символизировал собой Христа, который должен был сокрушить господство греха над человеческой семьей. Он знал, что когда придет Христос, то будут совершены великие чудеса, которые явятся доказательством того, что он послан в мир Богом. Сатана трепетал перед его силой, но, подражая Господу, действовавшему через Моисея, он надеялся не только предотвратить освобождение Израиля, но и произвести впечатление на будущее поколение, чтобы подорвать веру в чудеса Христа. Сатана постоянно пытается подражать Христу и утверждать свою власть и требования. Он заставляет людей смотреть на чудеса Христа как на мастерство и силу рук человека. Таким путем он во многих людях разрушает веру во Христа как Сына Божьего и побуждает их отвергать благодатные дары милости, предложенные в плане спасения. Моисею и Аарону было повелено на следующее утро пойти на берег реки, куда имел обыкновение приходить царь. Нил, разливаясь, служил источником пищи и богатства для Египта. Этой реке поклонялись как божеству, и ежедневно фараон приходил совершить молитву. Здесь два брата снова повторили Божье повеление и затем жезлом ударили по воде. Воды священного потока превратились в кровь. Рыба погибла, и река стала издавать отвратительный запах. Вода в домах и водоемах также превратилась в кровь. Но волхвы египетские сделали тоже своими чарами. И обратился фараон и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось и сим. Семь дней продолжалась язва, но безрезультатно. Снова был простерт жезл над водами, и жабы вышли из реки и рассеялись по всей земле. Они наполнили дома, спальни, проникли даже в печи и квашни. Египтяне считали жаб священными и не уничтожали их. В конце концов, присутствие этих скользких животных стало невыносимым. Они кишели даже во дворце фараона, и тот с нетерпением жаждал освободиться от них. Волхвы явились, чтобы произвести жаб, но не могли удалить их. Виде это, фараон несколько смирился. Он послал за Моисеем и Аароном и сказал, «Помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу». Но, помня прежнее хвостовство царя, евреи потребовали, чтобы он сам назначил время, когда они должны помолиться, чтобы язва прекратилась. Царь назначил следующий день, втайне надеясь, что жабы исчезнут сами по себе, и таким образом он избавится от мучительного унижения, покориться Богу Израилеву. Однако, язва продолжалась до назначенного времени. Затем все жабы вымерли по всей египетской земле, но их гниющие останки отравили воздух. Бог мог бы в мгновение ока превратить их в пыль, но он не сделал этого, чтобы царь и его народ не приписали этого чародейству или волшебству, подобно делам волхвов. Груды мертвых жаб явились для фараона и всего Египта неопровержимым доказательством того, что это было не волшебство, но суд, совершенный небесным Богом. И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое. По повелению Божьему, Аарон протянул руку свою, и пыль земли превратилась в мошек по всей земле египетской. Фараон призвал волхвов сделать то же, но они не смогли. Таким образом было показано, что дела Бога превосходят сатанинские. Даже сами волхвы признали, что это перст Божий. Но царь по-прежнему был непреклонен. Просьбы и предостережения оставались безответными, и поэтому другая язва оказывалась неизбежной. Время исполнения ее было предсказано заранее, чтобы появление ее не приписали случайности. Песьи-мухи наполнили дома и кишели по всей земле, так что погибала земля от песьих-мух. Это были большие ядовитые мухи, укусы которых крайне болезненно действовали как на людей, так и на животных. Как и было предсказано, это наказание не распространялось на землю Гесем. Фараон, наконец, предложил израильтянам совершить служение в Египте, но они отказались принять его условия. «Нельзя сего сделать», сказал Моисей, «ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу, Богу нашему. Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями? Животные, которых евреи должны были приносить в жертву, почитались египтянами как священные, и настолько велико было это благоговение перед ними, что убийство одного из них, даже случайное, каралось смертью. Ввиду того, что евреи никак не могли совершить свое служение в Египте без того, чтобы не нанести оскорбления жителям этой земли, Моисей снова предложил царю отпустить народ в пустыню на три дня пути. Тот согласился и умолял рабов Божьих помолиться, чтобы эта язва была устранена. Они обещали ему сделать это, но предупредили, чтобы он перестал обманывать их. Язва прекратилась, но сердце фараона ожесточилось постоянным неповиновением, и он по-прежнему отказывался уступить. Последовал более ужасный удар. Весь скот египтян был поражен моровой язвой. И священные животные, и вьючные, коровы, волы, овцы, лошади, верблюды и ослы все погибли. Еще до начала этого бедствия было предсказано, что язва не затронет скота евреев. И фараон, послав людей к израильтянам, удостоверился в истинности, сказанного Моисеем. Из скота же сынов Израилевых не умерло ничего. Царь упорствовал по-прежнему. Затем Моисею было велено взять пепел из печи и бросить его к небу в глазах фараона. Это было весьма многозначительное действие. За 400 лет до того Бог в видении Аврааму символизировал огнетение своего народа дымом из печи и пламенем огня. Он сказал тогда, что покарает притеснителей и выведет пленников с великим имуществом. В Египте израильский народ долго томился в горниле страданий. Это действие со стороны Моисея являлось для них подтверждением того, что Бог помнит о Своем завете и что время их избавления настало. Когда Моисей бросил пепел к небу, мельчайшие частички его расселись по всей земле египетской. И где бы они не опускались, там образовывались нарывы на людях и на скоте. До сих пор жрецы и волхвы поддерживали фараона в его упорстве. Но теперь язва коснулась даже их. Пораженные отвратительной мучительной болезнью, они больше уже не могли бороться против Бога Израилева. Весь народ должен был увидеть безумие своей веры в волхвов, которые были не в состоянии защитить даже себя. Но сердце фараона ожесточалось все больше. Теперь Бог послал к нему вестника, говоря, «Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою». Не следует думать, будто Бог создал фараона для этой цели, но его проведение так управляло с событиями, что годы царствования фараона совпали со временем, назначенным для освобождения Израиля. Хотя этот надменный тиран из-за своих преступлений и потерял право на милость Божью, однако жизнь ему сохранили, чтобы благодаря его упорству Господь мог совершить свои чудеса в земле египетской. Событиями управляет проведение Божье. Бог мог поместить на трон более мягкосердечного царя, который бы не осмелился противостоять могущественным проявлением Божественной силы. Но в таком случае не осуществились бы намерения Божьи. Он допустил, чтобы его народ пережил жестокость египтян, чтобы люди не заблуждались относительно губительного влияния идолопоклонства. Обращением с фараоном Господь показал свое отвращение к идолослужению и свою готовность наказать жестокость и насилие. Бог сказал относительно фараона «Ожесточу сердце его, и он не отпустит народа». Книга Исход, 4 глава, 21 стих. Никакая сверхъестественная сила не была применена для того, чтобы ожесточить сердце царя. Господь дал фараону самые сильные доказательства Божественной силы, но царь упорно отказывался принять этот свет. Каждое проявление безграничного могущества, отвергнутое им все больше укрепляло его в восстании против Бога. Семена мятежа, которые он посеял, когда отверг первое чудо, принесли свои плоды. Пока он продолжал держаться своего пути, упорствуя все больше и больше, его сердце ожесточалось все больше и больше, пока он не увидел холодные мертвые лица первенцев. Бог обращается к людям через своих слуг, посылая им предостережение, порицая грех. Он дает каждому возможность исправить свои ошибки, пока его характер еще можно исправить. Но если кто-либо отказывается исправиться, то божественные силы не препятствуют развитию его плохих наклонностей. Для такого человека легче повторять свои дурные поступки. Он ожесточает свое сердце перед влиянием Святого Духа. Дальнейшее отвержение света приводит к тому, что даже более сильное влияние не сможет произвести существенных перемен. Тот, кто однажды поддался искушению, сделает это гораздо легче во второй раз. Каждое повторение греха ослабляет способность человека сопротивляться ему, ослепляет его и заглушает голос совести. Каждое семье угождение своим прихотям принесет свои плоды. Бог не совершает никаких чудес, чтобы помешать их созреванию. Что посеет человек, то и пожнет. Послание Галатам, 6 глава, 7 стих. Тот, кто проявляет дерзкое неверие, тупое безразличие к божественной истине, обязательно пожнет то, что сам посеял. Вот почему случается, что многие внимают состоическим безразличием истинам, которые однажды волновали их до глубины души. Они сеяли пренебрежение истины и сопротивление ей, и потому и пожинают такой урожай. Успокаивая свою виновную совесть тем, что в любое время могут оставить греховный образ жизни, что они могут пренебрегать милостивыми приглашениями, и тем не менее снова и снова слышать слово совести, такие люди подвергают себя смертельной опасности. Вверя в себя великому возмутителю, они думают, что в момент крайней нужды, когда опасность окружит их, они поменяют вождя. Но это не так легко сделать. Воспитание, пережитый опыт, жизнь, проведенная в потворстве греховным желанием, настолько основательно сформировали их характер, что они не смогут после этого принять образы Иисуса. Если бы свет не воссиял на их пути, дело бы обстояло иначе. Милость могла бы вмешаться и дать им возможность принять свои предложения. Но поскольку они так долго отвергали и презирали свет, он навсегда удалится от них. Фараон был предупрежден о следующей язве в виде града словами «Итак, пошли собрать стада твоей, все, что есть у тебя в поле, на всех людей и скот, которые останутся в поле и не заберутся в дома, падет град, и они умрут». Дождь или град были совершенно невиданным явлением в Египте, и такой грозы, которая была предсказана, никто не видел там никогда. Весть об этом быстро разнеслась, и те, кто поверил слову Господа, собрал свой скот, а кто пренебрег этим предупреждением, тот оставил его в поле. Таким образом, была явлена милость Божья и в судах. Народ был испытан, и это показало, сколь многие из них обрели страх Божий благодаря проявлению его могущества. Как и было предсказано, разразилась гроза. Гром, град, смешанный с огнем, весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения ее. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал. Все было разорено и опустошено на пути ангела-губителя, и только земля Гесем была пощажена. Так египтянам было показано, что управляет землей живой Бог, и что силы природы повинуются глазу его, и что уцелеть можно, только повинуясь волей его. Весь Египет трепетал перед страшным излитием божественного суда. Фараон спешно послал за двумя братьями, и, когда те явились, вскричал, на этот раз я согрешил, Господь праведен, а я и народ мой виновны. Помолитесь Господу, пусть перестанут громы Божьи играть, и отпущу вас, и не буду боли удерживать. Моисей ответил ему, как скоро я выйду из города, простру руки мои Господу, громы перестанут, и града боли не будет, дабы ты узнал, что Господня земля. Но я знаю, что ты и рабы твои еще не убоитесь Господа Бога. Моисей знал, что борьба еще не окончена. Признание фараона и его обещания не были результатом радикальной перемены в его сознании или сердце. Их исторгли из него пережитые страшные муки. Тем не менее, Моисей обещал исполнить его просьбу, ибо не желал давать повода к дальнейшему сопротивлению. Пророк вышел, не опасаясь ярости стихии, и фараон вместе со всем своим окружением видел, как силой и еговы его посланник был защищен. Выйдя из города, Моисей простер руки свои к Господу, и прекратились гром и град, и дождь перестал литься на землю. Но как только царь оправился от страха, его сердце снова ожесточилось. Тогда Бог сказал Моисею, «Войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сие знамени мои, и чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамених моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь». Господь проявил свою силу, чтобы утвердить веру Израиля в него, как единого, истинного и живого Бога. Он хотел дать безошибочные доказательства того, что он по-разному относится к своему народу египтянам, оповестить все народы, что евреи, которых они презирали и угнетали, находятся под защитой небесного Бога. Моисей Моисей предостерегал монарха, что если он будет продолжать упорствовать, всю поверхность земли покроет саранча, который съест уцелевшую после града зелень, наполнит дома и даже царские палаты. «Такой бич, сказал он, какого не видели отцы твои, не отцы отцов твоих, со дня, как живут на земле, даже до сего дня». Приближенные советники фараона оцепенели от ужаса. Гибель скота нанесла стороне большой ущерб. Многие люди погибли от града. Деревья лежали поваленные, урожай погиб. Египтяне быстро теряли все то, что приобрели трудами евреев. Всей стране угрожал голод. Советники и придворные окружили царя и гневно потребовали. «Долго ли он будет мучить нас? Отпустись их людей. Пусть они совершат служение Господу Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» Снова призвали Моисея и Аарона и фараон сказал им «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему. Кто же и кто пойдет?» Они ответили «Пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, с сыновьями нашими и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с валами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу». Царь преисполнился гневом «Пусть будет так, Господь с вами!» закричал он «Я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, намерение?» «Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу так, как вы сего просили». И выгнали их от фараона. Фараон намеревался изнурить Израиля тяжелыми работами, а теперь притворялся, что глубоко заинтересован в их благополучии и питает нежную заботу об их детях. На самом же деле он желал удержать детей и женщин как залог возвращения мужчин. Моисей протянул свой жезл над землей, подул восточный ветер и принес с собой саранчу. И напала саранча на всю землю египетскую в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи и после сего не будет такой. Тучи саранчи затмили собой небо и стало сумрачно на земле и пожрала саранча всякую оставшуюся зелень. Фараон поспешно послал за пророками и, когда те пришли, сказал им, «Согрешил я пред Господом Богом вашим и пред вами. Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смерть». Они так и сделали и подул сильный западный ветер унося саранчу к Красному морю. Но царь все еще продолжал упорствовать в своем решении. Египтяне находились в отчаянии. Наказание постигшей их казалось невыносимым и они были исполнены ужаса перед будущим. Народ поклонялся фараону как представителю своего божества, но многие теперь убедились, что он противился тому, кто подчинил все силы природы своей воли. Порабощенные евреи, ради которых было явлено столько чудес, начинали верить в свое избавление. Надзиратели не осмеливались как прежде притеснять их. Весь Египет был объят тайным страхом, что угнетенный народ поднимется и отомстит за себя. Повсюду люди, затаив дыхание, спрашивали, что будет дальше. Вдруг землю покрыла такая густая непроницаемая тьма, что она казалась осязаемой. Люди не только ничего не видели, но самый воздух сгустился так, что было трудно дышать. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего три дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Солнце и луна были предметами поклонения у египтян. В этом таинственном мраке действовала сила, которая нанесла сокрушительный удар народу и его богам, чтобы защитить и освободить рабов. Однако, каким бы ужасающим не было это наказание, оно свидетельствовало о милосердии Господа и о его нежелании губить. Он хотел дать людям время для размышлений и раскаяния, прежде чем подвергнуть их последней и самой ужасной язве. Наконец, страх заставил фараона пойти на дальнейшие уступки. На исходе третьего темного дня он призвал Моисея и согласился отпустить израильтян, при условии, что они оставят мелкий и крупный скот. «Не останется ни копыта», ответил решительный еврей, «доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу». Больше не владея собой, царь закричал, «Пойди от меня, берегись, не являйся более пред лицо мое, в тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь». Моисей ответил ему, «Как сказал ты, так и будет, я не увижу более лица твоего». Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа. Книга Исход 11 глава 3 стих. С благоговейным страхом египтяне смотрели на Моисея. Царь не осмеливался причинять ему зла, ибо весь народ видел в нем единственного человека, который обладал силой прекращать язвы. Все желали, чтобы израильтянам разрешили выйти из Египта. Только царь и жрецы воспротивились последним требованиям Моисея.